добрый день дорогие друзья сегодня по моему 26 мая еще вчера здесь не было дороги здесь были колдобины посмотрите какой нам положили асфальт теперь будет очень удобно ездить с тележечкой я иду в магазин вальберис пришла моя сеточка потом нужно будет заниматься другими делами я о них вам расскажу позже а сейчас здесь у нас очень очень много машин видимо какую-то часть дороги перекрыли я уже даже предполагаю какую сюда вот даже теперь поворачивают к нам фуры потому что там тоже кладут асфальт смотрите какой хороший ровненький ой я даже пройти не смогу нужно будет ждать вот эту всю вереницу просто какой-то кошмар ну а я куда денусь ему проехать надо я пройти не могу показывает типа уйди а я куда должна идти вот так вот и пойду и обижайте меня умные какие я понимаю что вам проехать на одну мне это пройти тоже надо видите что творится хоть бы не избили вот сейчас такая техника не просто ямки там асфальтирует хватает а грейдер проходит грызет этот весь слой убирает старого асфальта и потом кладут вот новый вот представляете вот такая у нас красота ладно друзья я пока выключаюсь потому что здесь очень опасно очень очень опасно вот как раз улица кирова перекрыта понимаешь что это улица кирова здесь тоже кладут много асфальт чем такой хороший в несколько слоев я сейчас иду прилипаю вот видите я просто вам показываю что очень хорошо снимают асфальт специальные такие грейдеры вот здесь тоже будут класть так что город наш развивается и дороги в нем тоже ремонтируются такие красивые петуньи или что это не знаю с такими красивыми коричневыми листочками посадили у нас вот в такую вазу вазу а я возвращаюсь в алберес хотела снять фонтан мы взяли только выключили видимо молодой человек ходит там будет настраивать сейчас но смотрите сколько у нас машин там идет стройка в этом году у нас прям везде стройка в чаплыгине птички так поют влажность большая и пасмурно ну а я возвращаюсь домой сейчас пойду натягивать сетку покажу вам как это у меня получится в общем немножко прогулялась зашла в магнит купила водички хотела сахара пить сахар подорожал 64 уже сейчас зайду в пятерку посмотрю что там может быть там куплю уже потихоньку надо собирать сахар потихонечку возить купить бы мешок сразу на лето да и все вот она наша красавица беседочка ирландская кружева вот уже с детками гуляют в общем нас красивый зеленый парк вот такой детский городок с тартановым покрытием очень мягко если ребеночку падет не так больно удариться вот такая детская площадка и вот такие высокие высокие клены там вроде как солнышко хочет вылезти ну а я пока иду расскажу вам историю моей вчерашней закупки в леруа мерлен значит стала я искать этот юнис юнис армаслой называется и или юнис next мне лёша говорил что он покупал здесь в чеплыгине в нашем строительном там недалеко от дома и я так обрадовалась вчера пошла в этот строительный ой они даже не знают что это такое вообще не знают позвонила в доку тоже нет стала набирать в интернете близлежащие вплоть до этом донков лев толстой первомайский нет такого в магазинах нет ну и что пришлось залезать на сайт леруа мерлен липецк и делать заказ из липецка а чтобы как-то оправдать доставку там доставка по объему по весу ну и конечно по расстоянию к липецку от нас 86 километров естественно это не близко и по весу там на сайте прям делаешь заказ и значит ну сайт прям считает автоматически сколько будет стоить доставка ну и я чтобы как-то ну оправдать доставку позвонила в доку спросила сколько стоит пеноплекс мы будем утеплять кроме того что будут перештукатуривать фундамент в доме я там сняла уже эту красивую обналичку я еще и хочу утеплить фундамент вот поэтому спросила про пеноплекс у нас стоит 300 рублей в леруа мерлен 270 его нам нужно много я пока заказала 48 листов вот если посчитать разницу в цене 30 рублей на каждом листочке то уже получается 10 листов это 300 рублей ну полторы тысячи где-то около полутора тысяч 1440 если честно на 48 листах а вот доставочка мне обошлась я там еще лёшек посмотрел цемент надо марки 500 здесь тоже позвонила 245 рублей в леруа мерлен 208 рублей ну короче вот там 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 и и получается что доставка 3700 у меня получилось привезут сегодня вчера я заказывала а вот и эти 3700 но не все но уже практически вернулись ну то есть как будто бы я я бы здесь купила это все но вся проблема в том что здесь такого материала нет вот с лёшиком вчера совещались совещались он говорит ну давай я из москвы привезу но из москвы он привезет в начале июня а мне уже нужно делать ну и чтобы как-то сориентироваться по расходу я взяла 12 мешков вот этого юнис next армослой называется чтобы сориентироваться может быть еще и из москвы придется докупать не буду же я опять платить за доставку из леруа мерлен а вот так что сейчас приду домой натяну сетку и буду ждать доставку буду ждать звонок из леруа мерлен так что вот видите минусы провинциальной жизни что не все материалы купишь здесь не все они есть и даже на заказ их не везут по 308 рублей по моему или по 302 рубля вот этот юнис next армослой это штукатурка вот для фундамента а вот вчера стала мне еще нужна армирующая вот эта сетка ну та которую я вставляла вот синего цвета фундамент ее тоже здесь днем с огнем не найдешь в нашем магазине нет в доку позвонила 3150 рублей 50 метров это дороговато позвонила в кривополяне строй дом есть один рулончик остался 2550 рублей вот я вчера быстренько быстренько собралась и поехала в кривополяне такси вызвала 100 рублей туда 100 рублей назад но зато я купила эту сетку все равно она получилась дешевле вот так что буду штукатурить фундамент там конечно караул мне даже страшно вам это показывать просто страшно и не знаю хватит нам или нет этого материала как короче общая сумма заказа вот пеноплек 48 листов по 270 рублей за 12 мешков этого юниса штукатурки 15 мешков цемента марки 500 вместе с доставкой 3700 получилось там 23000 с чем-то рублей вчера я заплатила вот но это делать надо это делать надо вот прям срочно поэтому у нас поменялись планы не плиткой будем заниматься во дворе а в первую очередь фундаментом и отмазкой ну а дальше если время останется будем заниматься плиткой пока лёшек будет в отпуске в июне у него там три недели будем будем стараться как по максимуму сделать программу максимум ну а дальше я буду конечно же не буду сидеть сложа руки буду делать что-то и сама может быть сама и буду плитку укладывать лёшек мне технологию расскажет и будем работать будем шевелиться и будем делать конечно же очередную красоту ну вот хочу вам показать как я натянула затеняющую сетку такая красота получилась сегодня уже подкармливала перчик ну да не конечно не совсем там прямо хожу но тем не менее пройти можно закрепилась я просто брала иголку вязанию для сшивания вязаных полотен вот так вот закреплялась вот здесь задуги вот здесь тоже закреплялась чтобы ну вот так вот еще большая защита была у перчика потому что солнце как раз той стороны светит здесь дата чего не хватило шести метров значит здесь большее расстояние наверно 7 метров вот дата чего его сетку отрезала кусочек со старой сетки вот та которая укрыта сейчас тепличка и доточила вот солнышко сейчас садится вот там вон оно и уже эти лучи не страшны перцу а вот с той стороны когда она она оттуда выходит и вот в 12 час 2 вот здесь конечно пекло так что вот моему перчику будет теперь здесь хорошо давайте зайдем во внутрь вот так вот здесь все выглядит перчик хорошенький стоит сейчас я его опять подкормила конским навозом здесь тоже ну не весь перец но насколько хватило мне сетки этот рядочек тоже вот укрыла как раз пару дуг у меня оставалось если буду докупать сетку а может быть еще найду какой-то материал позаимствую еще хотя бы одну дугу с той стороны возьму и тоже здесь и этот перчик сделаю ему хорошо вот так вот он здесь живет в общем должен быть урожай вот отсюда я отрезала сетку здесь в принципе она не нужна солнце встает там и сюда в эту сторону еще не палит а вот здесь кусочек просто применила вот этот материал нет у меня больше сетки вот так вот это выглядит в лучах заходящего солнце все теперь душа спокойно надеюсь что перчику будет хорошо сегодня с утра навела порядочек помните как здесь все позарастало вон куча травы лежит все друзья вырывала вручную потому что морковочка еще такая ну как сказать маленькая эти пропустила пропустила тяпкой тут не поработаешь она еще очень маленькая сразу рядочки стало видать вот свеколка плохо взошла плохо может быть еще взойдет не знаю в общем здесь тоже навела порядочек показала вам как прошел мой день вот такая картина друзья после окончательного вскрытия да честно говоря даже не знаю здесь нет вот даже весь кирпич видите я он весь стал превратился в песок придется здесь что-то закладывать вот здесь тоже половина да по-хорошему он весь здесь разрушен вот это все убирать до того момента когда когда уже не будет хотя бы как-то мало-мальски будут держаться весь кирпич сырой и естественно все здесь портится вот сейчас жду доставку и завтра буду заниматься цоколем специально снимаю это видео чтобы сравнить потом как было и как станет добрый день дорогие друзья начну с красоты продолжу страшными делами посмотрите как меня радует и рис ух как цветет как же цветет по поводу агрессора вы мне там писали что ирис еще тут погреть друзья я не наблюдала если честно вот он как рос кустом так он растет кустом если вот это аквилегия вы говорите вот я вижу семечко упала и зашла то ириса хотя тоже семена остаются после цветов это естественно я нигде не наблюдала что сложно его выкапывать там писали друзья для меня ничего не сложно вы наверное уже это поняли если вдруг что-то увижу я что ну начинает заполонять конечно же я приму меры меры а пока вот любуюсь вот такой красотой ох смотрите прям бутон в бутоне представляете вот один цветет а второй час распустится я такого еще не видела и вот тоже одна стрелочка тут даже три бутона обалдеть вот два вверху и один чуть ниже из одного стебелька аквилегия цветет ну а пиончик все никак все никак не зацветет ну а теперь пойдемте пойдемте посмотрим страшные дела вот так уже получается у меня здесь кстати армирующая сетка немного другая та которую я в кривополя не успела урвать последний рулон вот она у меня здесь у меня бардак не обращайте внимание не успеваю чтобы и чисто было и дела двигались не успеваю и если будут руки грязные тоже прошу меня не осуждать я мою руки и чищу так скажем их основательно только вечером а потом целый день они у меня и под ногтями грязь и так далее потому что я целый день друзья работаю и перчатки не помогают да и в перчатках иногда не могу работать значит что здесь с этой стеной вот эта стена оказалась самая проблемная вот этот цоколь мы сначала с лёшиком думали что мы здесь поставим опалубку сделаем арма слой что такое арма слой это купим арматуру в объем штыри вот в этот цоколь так часто не часто но в объем чтобы связать вот эти штуки нашла я старый проб лист вернее не старый который остался от сарая и на ночь я вот здесь вот так вот ставлю чтобы если пойдет дождь вода не под фундамент лилась ну а куда-то сюда мне нужно чтобы фундамент быстрее высох потому что вы уже видели в ролике что там было и конечно же там нужен ни один слой штукатурки и естественно я не могу делать следующий слой пока не высохнет предыдущий так вот я ушла мысль по поводу опалубки и заливки фундамента дополнительно в общем сначала хотели так а потом передумали потому что я боюсь друзья за фундамент эти дырки сверлить вставлять туда арматуру это значит ну как сказать уменьшить жесткость фундамента этими дырами это все опасно и чревато поэтому а вот я здесь вот так вот штука дурю каждый слой штукатурки новая армирующая сетка вот здесь уже вы видите два слоя сетки вот выровняю это то что не отбилось то что ну хорошо так скажем прилегает нет там пустот я простукивала вот поэтому не стала это отбивать и нужно как-то все это выровнять сравнять и в общем друзья это долго объяснять но вы понимаете стена это не стена вернее цоколь это неровная неровный цоколь там где я штукатурила у пристройки а здесь были колдобины выбоины и так далее поэтому здесь вот происходит вот такая реставрация постепенно потихонечку видите я еще что решила проблему вот такой красивый цвет нашла в закромах это еще из москвы осталось затирка для плитки я ее развела жиденькая и перед тем как первый слой наносить штукатурки я имею ввиду вот этот слой я кисточкой все все промазала всю стену все кирпичики вот видите цвет там не высохла еще это вот стена вернее цоколь весь мокрый вот и про промазала вот этой затиркой сначала весь весь цоколь таким образом я убрала всю пылюку у щеточка мне тоже кисточка вернее показала где чу отколоть в общем вот так вот вычистила стену прежде чем штукатурить хотела выбросить эту затирку думаю ну куда она мне потом думаю да нет пусть валяется в сарае вот она мне пригодилась ничего выбрасывать друзья нельзя вот здесь тоже щели по замазывала здесь штукатурка крае ну и вместе смешала вот с этой затиркой у меня просто оставалось от того когда я побелила эту стену и я в нее добавила короед и вот здесь вот все еще уже так хорошо слепо замазывала вот и потихонечку помаленечку вот так вот не будем делать опалубку не будем заливать фундамент потому что просто залить нельзя нужно как-то скрепить со стеной сделать армопояс но армопояс чреват боюсь что развалим оставшиеся кирпичи которые в фундаменте и на делаем еще хуже поэтому выровняю я вот эту стеночку постепенно помаленечку уже пошел второй мешок у меня юнис цементная штукатурка армирования юнис next арма слой если меня смотрят продавцы строительных магазинов города чиплыгин вот вам показываю вы не знали что это такое это офигительная штукатурка для цоколей фундаментов она но хорошая у неё тепло сбережения плюс 30 она эластичная и она класс ничья перевезите пожалуйста и и в чиплыгин что же заказывать из липецка когда я могла бы купить у вас это вам как бизнес предложение так опять мысль ушла до короче вот здесь вот все это буду выравнивать эту стену потом мы ее утеплим пеноплексом я приняла доставку сейчас вам покажу пеноплексу курса или курса заказывала в леруа мерлен полный сарай здесь 6 упаковок по 8 листов то есть 48 листов вот 208 рублей за лист ой 208 270 прошу прощения у нас 300 я покупала по 270 ну что уже как бы я первый день когда я вскрыла вот это вот все честно говоря у меня был еще больше сок нежели в первый день это было что-то сейчас уже выглядит это более-менее нормально но будет еще нормально нормальнее когда все это выравняется застукатурится мы еще цоколь утеплим вот этим пеноплексом и на полоксом вот и тогда я думаю что будет стена фундамент и лицо как больше не будет мокреть пока это сделаем здесь временные водоотливы обязательно надо их сделать почему временно потому что мы все-таки с лёшиком решили что нужно менять крышу ну как менять мы старую крышу будем оставлять она вот где вот эти вот видите такие ну стык железных листов вот там балки вдоль этих стыков будем прокладывать деревянный брус обрешетку делать покупать и укрывать крышу то есть у нас будет двойная крыша останется старая и будет новая и вот потом сделаем нормальные нормальный выход я имею ввиду выход крыши вот сюда здесь его практически нет видите ну старая все старая вот и потом конечно будем покупать нормальные водоотливы а сейчас пока хотя бы временные какие-нибудь может быть из труб канализационных пвх сделаем временный отвод воды и фундамент не будет больше получать влагу и отмостку друзья мы тоже будем делать с пеноплексом то есть здесь будет наверное ну стопроцентная влагозащита фундамента и он конечно же я думаю что больше не будет разрушаться я надеюсь на это теперь я здесь сняла вот тоже эту красивую обертку с очень невкусные конфеты я так это назову но здесь дела немножко получше я вот дышала я здесь отбила может быть еще внизу вот это вот видно что нужно убирать вот но здесь все равно я вижу что здесь как-то получше штукатурка я ее конечно обновлю вот опять же пеноплексом утеплим пеноплекс в отмостке и я думаю что дом еще простоит много-много лет так что друзья это вам еще один урок если покупаете дом вот с таким обрамлением с каким цоколем закрытым проф листом то это нужно уже задуматься хотя конечно же вы можете мы же тоже заглядывали под цоколь под под этот лист ну что мы увидели мы увидели вот такую штукатурку но и что она нам дала но штукатурка вроде все нормально дыр вот таких конечно не было это я же отвалило все ну и нормально оказалось что совсем не нормально вот поэтому нужно очень быть внимательным ну вы знаете я хочу сказать даже если бы я увидела это при осмотре дома ну можно было бы просто поторговаться конечно скорее всего я бы торговалась глядя на вот такой фундамент надо было просто торговаться может быть каких-нибудь тысяч сто я думаю продавец бы сбросил вот ну что теперь учитесь но наших ошибках делайте свои ошибки все равно мы любим наш дом мы его очень любим так что за там уже в доме завалилась наверно коты мои что-то там уронили ой друзья у меня с котами вообще каждый день лёшек с утра звонит и я ему рассказывал у него первый вопрос к ты чу нибудь учили ли сегодня они мне размотали такого никогда не было рулон туалетной бумаги вся ванная была вот в этой бумаге и каждый раз какие-то сюрпризы но чтобы мне не скучно было здесь одной у меня есть пять котов так а теперь что по огороду вот эта сеточка я заказала еще одну сеточку зеленого цвета потому что вот там взойдут огурцы и там тоже нужно будет затенять а вот очень хорошо спасает она от солнечных лучей до посадила я дымку друзья она тоже пошла расти вчера я обработала перчик и дыню и огурчики липидоцидом это вот уже начала что-то жрать я увидела один съеденный листочек вот он и и вон дырочка короче я вчера все обработала не знаю как поможет не поможет я думаю что поможет потому что я смотрела видео женщина говорила что после обработки новые листочки которые появлялись на перчике уже вот эта зараза их не ела что сегодня еще не сделал я прополола картошку картошка в этом году не важнецкая кустики какие-то не очень хорошие даже есть места где вообще не взошла вот здесь например короче я сделала вывод что каждый год нужно сажать картошку новую не свою не из урожая оставлять на семена а менять семена каждый год там я слышала что ну говорят что я обменяю там рак три года а я сделала вывод что нужно менять каждый год но зато помидорчики очень хорошо пошли очень хорошо и уже даже есть цветочки представляете сейчас я вам найду где-то я вчера видела уже распускались цветочки в них ну вот во первых бутончик вот он вот вот прям вот видите а где-то уже прям цвели вот так что вот конец мая и вот бутончики но много много вот в конце мая у меня уже зацветают помидорчики вот тоже много бутончиков так что хоть помидоры будут хорошие я прополола картошку про павла вала можно сказать вручную не тяпкая а лопатой поддевала всю эту траву вот видите и вытаскивала прям с корешком ходила здесь попом кверху и все вот этот ассот ну в общем все вот здесь вот куча вот этой травы она не скошенная она вырвана с корешком жуков друзья нет ни одного жука так что кому интересно средства престиж хорошие но надо купить оригинал не подделку и у вас жуков не будет так ну ладно пойду поставлю монтировать видео для вас клубника вообще в этом году просто бомбические кусты я такой еще не видела друзья у меня знаете какая мысль возникла вообще картошку не сажать засадить клубникой наморозить и целый год есть клубнику вместо картошки лучок вчера поливала в общем строю пропалываю поливаю в этом писали лена как вы все успеваете мне кажется ничего не успеваю не помню уже неделю наверно в доме не пылесосила вот ладно давайте начнем закончим вернее напоследок все мои хорошие я вас всех обнимаю всех люблю и до новых встреч с вами была елена ситникова пока пока